Привет друзья! Сегодняшний выпуск посвящен Акито-Ину. Японская порода собак Акито-Ину, самая крупная из всех относящихся к семейству шпицов. Верность, отсутствие злобы и перепадов настроения таким описывает породу Акито-Ину стандарт. Крепкое телосложение, изысканный экстерьер и участие в легендарном фильме «Хатика» сделало породу популярной во всем мире, а Акито-Ину обладает высоким интеллектом, выраженными охранными и сторожевыми качествами. Порода не была выведена посредством селекции, она создана природой, а с человеком ее представители стали проживать в результате длительного процесса одомашнивания. В настоящее время таких пород, не выведенных искусственно, очень мало, что поднимает их ценность и авторитет в глазах собаководов. По орудии Акито-Ину несколько тысяч лет археологи обнаружили ее останки на стоянках первобытных людей. Позже в Японии Акито-Ину были приспособлены исключительно для охраны богатых домов. Они проживали у именитых граждан и были своего рода показателем социального статуса. Богатые японцы роскошно одевали свои их любимцев, селили их в отдельные комнаты в домах и даже приставляли к ним прислугу для удовлетворения собачьих потребностей. По ночам Акито-Ину охраняли дом своего хозяина, предупреждали о вторжении чужаков и были довольно агрессивны при попытке постороннего проникнуть в их владения. Со временем в Японии изменился государственный порядок и Акито-Ину стали доступны менее состоятельным гражданам, но высокий статус, закрепленный тысячелетиями, отложил отпечаток на их стоимости. Акито-Ину независимы. Они любят одиночество, не сразу уживаются с другими животными. К детям они лояльны, но больше подходят для среднего и старшего школьного возраста. Надоедливость малышей раздражает их. Акито-Ину игривы только в щенячестве. Взрослые псы могут лишь изредка порезвиться с другими собаками. По характеру Акито-Ины скорее степенны, чем игривы. Не ждите, что Акито будут гоняться за палкой или играть с хозяином и детьми, как щенки. Они прекрасный стража и по праву считаются одной из лучших пород нянек. На неуклюжие детские провокации Акито никогда не станет реагировать агрессией, но и терпеть не будет, а попросту скроется от обидчика в укромное место. Воспитывать собаку начинает как можно раньше. Акито-Ину сложно поддается дрессировке. Чтобы она слушалась, необходимо заслужить ее уважение. Эту собаку не сломать. С ней можно только договориться. Идеальные отношения с псом патриархальные. Хозяин одновременно должен стать и другом, и лидером. Акито-Ину долго взрослеет. Период щенячества длится до двух с половиной лет. С возрастом собачья детскость уступает место спокойствию и невозмутимости. Важно за это время привить псу все необходимые качества. Если этого не сделать, у любимца на все происходящее появится собственное мнение, и переубедить его будет почти невозможно. Не сдержанность и жестокость Акито-Ину принимает за слабость и никогда не прощает. Стоит один раз собаку ударить, и доверие к этому человеку пропадет навсегда. Именно поэтому дрессирует питомца, основываясь на системе поощрений. Воспитание должно быть строгим, целенаправленным и гибким. Акито живут в среднем 10-12 лет. Иногда встречаются долгожители, возраст которых достигает 15 лет. Вот и все на сегодня. До встречи в следующем выпуске на канале Черный Кот.